Еврейский пульс В 1933 году в московской еврейской семье Рабиновичей Его мама, красивая и жизнерадостная женщина, отвергла ухаживание начальника местного НКВД После чего ее оклеветали, арестовали и сослали в сибирский лагерь на 10 лет Так, в 4 года маленький Александр остался вдвоем с отцом, который, в свою очередь, уже числился в расстрельных списках Но так как он был ценным работником и знал технологию металлопокрытия автомобилей Исполнение приговора переносили 19 раз на протяжении двух лет Самолет плохо слушается руля высоты Тем временем началась война, и отец уехал в Сибирь строить танковые заводы Так, в 7 лет Александр попал в детский дом Вернулся оттуда только в 43-м, и через 5 лет отпустили маму Но в Москве ей оставаться было запрещено, и она уехала жить за 101-й километр В детстве Саша был одаренным мальчиком Он хорошо разбирался в живописи и мечтал стать художником Занимался в изобразительном, скульптурном и театральном кружках Играл на трубе, любил ходить в Третьяковскую галерею и Ленинскую библиотеку Частенько сбегал с последних уроков в кино ПЕСНЯ Когда пришло время выбирать профессию, Александр Рыбинович пошел на архитектора В 1955 году окончил инженерно-строительный факультет миссии имени Куйбышева Работал редактором в журналах «Крокодил» и «Веселые картинки» Выбирал темы для карикатур, но мечтал занять место художника Делал маленькие зарисовки, которые принесли ему первую народную известность Как-то раз его позвали в одно издательство рисовать комиксы В этом проекте участвовала будущая супруга Проект в итоге не получился, а вот семья состоялась В 1960 году окончил режиссерский факультет в ГИКО Вот там-то и появился псевдоним Митаа Это фамилия родственников со стороны мамы В семье Александра Миты было много известных евреев, но почти все они были расстреляны в 1937 году Режиссер часто вводит в свои работы второстепенных еврейских персонажей В картине «Затерянный в Сибири» у послевоенных сталинских лагерях Мита хотел сделать главного героя евреем Но продюсер настоял, что персонаж должен быть русским, чтобы фильм было легче продать в Америке Раз, два, три, хоп! О, ну вставай, ковбоец! Вставай, фашист! Работай! Коловой! Берись! Это тебе не Америка Кинематографическая карьера Александра Миты началась в 1961 году Дипломная работа «Друг мой Колька» вошла в двадцатку самых популярных картин года Ее посмотрели почти 24 миллиона советских зрителей А вот мировая известность пришла с фильмом «Звонят, откройте дверь» Спасибо большое! До свидания! До свидания! Спасибо большое! До свидания! До свидания! До свидания! Ну и нашествие! В среду я должен идти к ним на сбор Но в среду же меня здесь не будет Ну слушай, я скажу, что ты уехал Ну у них надо дальше сбор Ничего, перенесу Сборы всегда переносит Еще отряд На сегодняшний день в фильмографии Александра Наумовича 18 работ Самый известный из них это «Экипаж», «Сказка странствий», «Граница таежный роман» Сегодня Александр Мита активно занимается преподавательской деятельностью Ведет авторские курсы для начинающих режиссеров И продолжает трудиться на благо российского кинематографа Это была программа «Еврейский пульс» Малоизвестные факты об известных евреях мира Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok